Всех приветствую на своем канале! В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную классическую шапочку с отворотиком, связанную она очень простым рисуночком, резиночкой 2х2. Как вы видите, крупная вязка крупными спицами и ниточками. Такой эффект у вас получится благодаря тому, что вы свяжете шапочку более выше, то есть она у вас будет более глубже, где-то сантиметров 27-28. И если вы хотите более такой пышный отворот шапочки, то, соответственно, делайте резиночку немножечко повыше, пошире и без перехода резинки на основное вязание. То есть я меняла петельки, вы можете не менять их, то есть тогда у вас отворот будет более пышный. Я делала его более прилегающим к голове, так как мне больше это нравится. И моя шапочка в высоту 20,5 см от резиночки вместе с отворотиком до высоты шапки полной. У меня резиночка где-то сантиметров 6, то вы можете опять же регулировать ее высоту. Вот, рассчитана у меня шапочка на обхват головы 53-54,5 см. Можно обхват головы увеличить, благодаря тому, что добавить раппорт узора. Раппорт узора составляет 4 петли, то есть если петелькам количеству вы добавите 1 раппорт, то есть 4 петли, у вас шапочка увеличится до размера обхвата головы 55-56 см. Если добавите 2 раппорта, соответственно, 8 петелек, то может на такую вот легкую, в общем, вязочку 56-го обхвата 56 см обхват головы. И, соответственно, если увеличиваете раппорты в ширину, в обхват, то и высоту вам нужно будет измерить от макушки до лба, высоту, которую вы хотите. То есть у меня это 20,5 см, у вас, возможно, будет 21,5, 22, 23 и так далее. То есть в зависимости от обхвата. Вот, теперь, конечно же, вы можете связать вот такую шапочку очень быстро, потому что шапочка довольно-таки крупной вязки, крупными спицами, то вяжется, честно говоря, на одном дыхании. Под эту шапочку еще есть снудик, поэтому вы можете связать такой вот наборчик. На шапочку и снудик уйдет у вас 2 мотка в общей сложности, на эту шапочку уйдет почти моток. Поэтому из таких вот расчетов на обхват головы для моей шапочки у меня ушел почти моток. Если у вас больше, то, соответственно, моток уйдет целый. Вот, конечно же, если вам понравилось, присоединяйтесь, будем вязать вместе. Для вязания нам понадобится пряжа. Я взяла от фирмы Alize Alana Gold Plus. Здесь 140 метров в 100 граммах. Довольно-таки толстенькая пряжа. Буду вязать спицами чулочными номер 4,5. Можете взять круговые, вязание будет аналогичным. Теперь же нам понадобится крючок, любой по номеру для заправки кончиков. Желательно не совсем толстый, то есть под номер спиц. И ножнички для обрезания. Теперь же нам понадобится сантиметр для того, чтобы правильно рассчитать ваш обхват головы, а также набрать правильное количество петель для вашего обхвата. Вот я провязала небольшой образец резиночки 2х2. Это 2 лицевые и 2 изнаночные чередования. Таким узорчиком у меня и будет состоять вся шапочка. То есть вязание я буду делать резиночкой 2х2. Смотрите, у резиночки раппорт узора 2 лицевые и 2 изнаночные. То есть чередование 4х постоянно петелек. Поэтому раппорт узора моего 4 петельки. 4 петельки я измеряю их. Это у меня получается при растянутом. Обратите внимание, я при растягиваю 3 см. Либо же для точной достоверности измерьте хотя бы 3 раппорта. То есть измерьте, к примеру, не 4 только петелечки, а, допустим, 12. То есть 3 раза по 4. И у меня получается, если я измерю 3 раза по 4, получается 9 см. То есть наверняка я вижу, что у меня 1 раппорт занимает 3 см. В каждом раппорте 4 петли. То есть смотрите, у меня обхват 54 см, на который я вяжу. Я 54 делю на 3 см, то есть на свой раппорт. 54 на 3, это получается 18. Потом 18 мне нужно умножить на в раппорте сколько петелек? 4 в данном случае. То есть 18 умножаем на 4, получается 72 петли. То есть для кругового вязания, того, который у нас замыкается в круг, мне нужно набрать 72 петли. Если же вы вяжете прямыми обратными рядами, то есть на двух прямых спицах, то вам нужно набрать плюс 2 кромочные. То есть на обхват головы 54 см вам следует набрать 72 петли плюс 2 кромочные. То есть всего 74 петли. Это исходя из моей плотности вязания. Вы смотрите уже, исходя из вашей плотности вязания, сколько у вас петель при растянутом состоянии занимает раппорт узора. Затем вы делите, сколько сантиметров у вас занимает раппорт узора, обхват головы на сантиметры. А теперь умножаете на 4 это число. И тогда у вас получается количество петель, нужное для набора в круговом вязании. Если же у вас будет полотно сшиваться прямыми обратными рядами, если будете вязать шапочку, то еще плюс 2 кромочные, за которые вы будете сшивать шапочку, задний шовчик делать. В общем, теперь приступаем к самому вязанию. Берем краешек ниточки и отступаем от края такое количество сантиметров, чтобы вам хватило набрать 72 петельки. Я так на глаз оставляю где-то сантиметров 50, беру чулочные спицы свои и буду свои 72 петельки делить на 2 набора. То есть это как? Смотрите, я сейчас беру коротким краешком к себе, вот на пальчик натягиваю ниточку, и на первую спицу набираю для начала вот эти вот начальные 2 петельки, а затем приставляю вторую и набираю последующие петельки. Почему я сделала вот так вот на одну спицу, а затем приставила вторую? Для того, чтобы у меня не были растянутые крайние петельки. И продолжаю набирать 3, 4, 5, 6, 7, 8, 31, 32, 33, 34, 35 и 36. Смотрите, из 72 петелек, если мы делим напополам, получается 36 петель. Петель общего количества набрала на 2 спицы, а теперь беру еще 2 пустые спицы чулочные, приставляю к этим плотненько и на них уже буду набирать следующие 36 петелек. То есть, смотрите, как бы продолжаю набор петель уже на пустые 2 чистые спицы без петелек. И продолжаю набирать 37, 38, 39, 40, 41 и так далее. Если у вас есть такой же номер спиц прямые, то можете набрать общее количество на прямые спицы, распределитесь затем на чулочные. Так как я сейчас, в принципе, использую только чулочные спицы, поэтому я просто разделила общее количество петель на 2 набора, на 2 этапа набора. То есть, смотрите, 72 поделила на 2, получилось 36. То есть, на каждые из двух пар я буду набирать по 36 петелек. Хотите, можете продолжайте счет. Хотите, можете заново начать. То есть, 2, 4, 6 и сюда набираем еще 30 петелек. В общем, делайте на свое усмотрение. Добираем еще 30 петелек для общего количества, 72. И продолжаем вязать. 72 петли набраны на 2 пары спиц. И теперь, смотрите, мы привытягиваем сначала, смотрите, свободную спицу, то есть, на которой нет начальных 2 петелек, либо наоборот ее. То есть, смотрите, нам нужно каждую спицу поделить на 2. Количество петель, набранное на каждой спице. То есть, вот так вот напополам привытягиваем. Половинка остается на одной спице, половинка остается на другой спице. Можете посчитать половинку, 36 напополам поделить. Хотите, можете просто визуально разделить напополам, а затем при вязании мы будем уже считать. И точно так же эту спицу мы делим напополам, привытягиваем. Я плотно набираю петельки, поэтому аккуратненько привытягиваем вот так вот спицу и снова делим напополам. Как вы видите, у нас получилось на 4 спицах каждая из 4 частей общего количества петель. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы сейчас можем набрать одну лишнюю петлю и замкнуть в круг. Но тогда при отвороте шапочки у нас получится вот эта сторона вверху. То есть, там, где у нас вот такие рубчики. Мне эти рубчики, честно говоря, на шапках не очень нравятся. Поэтому, так как шапочка с отворотом, я сразу замыкать в круг не буду вязания. Я сначала провяжу первый ряд, просто вот так вот каждую из спиц провяжу, заменяя каждую из них. А затем, уже начиная со второго ряда, я замкну вязание в круг. И тогда у нас с лицевой стороны при отвороте будет красивая вот эта сторона, где у нас при наборе косички. И вы же можете сразу точно так же замкнуть в круг, как мы всегда с вами делаем. Но, опять же, чтобы у вас не получились рубчики с лицевой стороны. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы поворачиваем из четырех спиц. Можно было бы, конечно, оставить на двух спицах. Наверное, это было бы правильнее при, ну, в общем, удобнее бы, я даже сказала, при вязании первого ряда. Но, коль я уже поделила, то я буду делить. Итак, смотрите. Мы сейчас этот ряд должны провязать, распределив наши рапорты узора. То есть, провязать две лицевые, две изнаночные, две лицевые, две изнаночные. То есть, как бы уже расформировать резиночку 2х2 на общее количество петель. Итак, вот они у нас две начальные петельки. Мы, не отсчитывая на кромочные, то есть, смотрите, если у вас прямое обратное вязание, вы кромочную первую снимаете не провязанной, а последнюю провязываете изнаночной. Здесь же у меня круговое вязание, поэтому я сразу провязываю две лицевые, затем две изнаночные, две лицевые, две изнаночные. У меня немного будут спицы ерзаться, но вы не обращайте на это внимание, я никуда их не смогу деть. Лицевые я вяжу с нижней стороны, ввожу спицу, вывожу через петлю, захватываю рабочую нить и вытаскиваю петлю на правую спицу. Вот так я вяжу лицевые. Снизу захватила рабочую ниточку, вытащила петлю. Изнаночные я вяжу нить перед работой, спицу ввожу сверху вниз, захватываю рабочую ниточку и вытаскиваю. Вот так я вяжу лицевые и изнаночные петли. Я продолжаю чередовать до конца ряда. Две лицевые, две изнаночные, две лицевые, две изнаночные. Для тех, кто не знает, как вязать лицевые и изнаночные, рекомендую просмотреть видео предыдущих уроков. Или резиночку 2х2, где вы уже сможете более подробно рассмотреть узорчик. Теперь смотрите, я довязала первую спицу, у меня получилось, закончилась одна изнаночная. Поэтому я перенесу со следующей спицы еще одну изнаночную. И так у меня получается завершенный раппорт. Теперь я беру снова спицу и провязываю следующую. Две лицевые, коль у меня закончились двумя изнаночными. И всегда я рекомендую провязывать окончание спицы двумя изнаночными. Для того, чтобы ряд, точнее как не ряд, а следующая спица начиналась с лицевых петелек. Так вам гораздо будет удобнее провязывать каждую последующую спицу. И так, две лицевые, две изнаночные. Снова две лицевые, две изнаночные. Две лицевые, две изнаночные. Две лицевые. И вот у меня как раз заканчивается двумя изнаночными, о чем я вам и говорила. Очень отлично, когда заканчивается изнаночными спица, а начинается лицевыми. Теперь вы довяжете до конца последней четвертой спицы. Мы с вами провязали две. Самостоятельно две лицевые, две изнаночные, две лицевые, две изнаночные. Чтобы я не тарахтела спицами и вас не сбивала. Довязали ряд до конца, у меня закончился ряд изнаночными петельками. Обратите внимание, начинался двумя лицевыми. Если у вас точно так же все совпало, значит вы набрали правильно петельки. Для тех, кто делал свои расчеты на обхват головы в свой и у вас не совпало, обратите внимание, здесь вам нужно либо добавить, либо убрать две петельки. Потому что здесь у вас не будет, если совпадение, не будет красивый узорчик. То есть у вас будет либо сзади четыре лицевых, постоянная полосочка идти, либо четыре изнаночных. И это не очень красиво. Поэтому сделайте так и наберите петельки такого количества, чтобы у вас именно делилось на четыре. Тогда у вас петельки совпадут. Обратите, пожалуйста, на это внимание. И теперь мы продолжаем, замыкая в круг, вязать следующий ряд. Вот она у меня, ниточка при наборе петелек, которая. Я ее сверху вот так вот оставляю и продолжаю вязать. То есть смотрите, рубчики вот эти у меня с лицевой стороны. При отвороте у меня будет красивая косичка. Я так и хотела. Конечно же здесь у нас будет небольшое такое, в общем, развилочка такая между рядочками. Но мы потом, когда будем прятать кончик ниточки, вот этот при наборе, мы аккуратненько здесь спрячем ниточку и соединим вот эти два краешка. То есть здесь не переживайте, ничего страшного. Вообще обычно я рекомендую замыкать в круг. Но в данной ситуации, еще раз повторюсь, из-за красивого узора с наружной стороны, я решила сделать вот так. Если же у вас шапочка без отворота, вам лучше бы замкнуть в круг сразу за задание. Тогда у вас опять же красивая косичка будет с внешней стороны, с лицевой. Теперь смотрите, второй ряд мы вяжем, как и каждые последующие ряды, над лицевыми лицевые петли, над изнаночными изнаночными. То есть у меня идет сначала 2 лицевые петельки. Я провязываю 2 лицевые. Желательно первые 2 петельки провязывайте туго, для того, чтобы замкнулся хорошо круг. А изнаночные я буду вязать изнаночными. Но обратите внимание, за заднюю стеночку ниточка перед работой. Снизу вверх за заднюю стенку я провязываю изнаночную, далее лицевую за переднюю стеночку. Почему уточняю за переднюю, за заднюю? Смотрите, если мы провяжем за переднюю изнаночную, то у нас получаются перекрещенные изнаночные петли. Я этого не люблю и вам не рекомендую, так как при отвороте будут перекрещенные петли некрасивые. Поэтому провязывайте изнаночные за заднюю стеночку, первую, вторую, а лицевые за переднюю стеночку, опять же, чтобы не были перекрещенные. Но лицевые вы здесь иначе в принципе и не провяжете. А вот изнаночные можете за переднюю стеночку провязать, и получится перекрещенные некрасивые петельки. Итак, провязываем до конца ряда изнаночные над изнаночными, лицевые петельки над лицевыми. Провязали второй ряд, и каждые последующие ряды у нас будут провязываться как второй ряд. То есть 2 лицевые над двумя лицевыми, 2 изнаночные над двумя изнаночными и так далее, до нужной высоты шапочки. Но перед тем, как вязать непосредственно саму высоту шапки, нам нужно связать высоту отворота. У меня высота отворота где-то будет 6 см. Перед тем, как переходить на основное вязание. Вы смотрите уже, если вы хотите пошире отворот, там 8, к примеру, более такую моднявую сделать, то, соответственно, провязываем вот эту резиночку 8 см высотой. Если же более скромнее, то где-то 6-7, можете даже 5. Но 5 маловато, скорее всего, для такого фасона шапочки, а вот 6-7 в самый раз. Поэтому сейчас нам нужно провязать столько рядочков, сколько у вас поместится в высоту 6-7 см, в зависимости от вашего вкуса. Поэтому провязываем сейчас высоту резиночки, а затем перейдем на основное вязание высоты шапки. Вот я провязала до начала нашего ряда 6 см высоту резинки. Где-то 6,1 мм у меня получилось. Я считаю, что этого отворотика достаточно, поэтому я сейчас перехожу на основное вязание высоты шапки. Основное вязание я вам предлагаю, смотрите, сделать таким образом. Мы сейчас, где у нас 2 лицевые, будем провязывать 2 изнаночные, а там, где 2 изнаночные, 2 лицевые. И так по всему ряду. То есть, смотрите, для тех, кто хочет, именно чтобы был красивый, плотно прилегающий отворотик, предлагаю вам вязать так, как мы сейчас с вами будем вязать. Для тех, кто хочет небрежное, такой вот, в общем, отворот небрежный, такой полукруглый, то, соответственно, просто продолжайте дальше вязать там, где изнаночные и изнаночные, там, где лицевые и лицевые. Итак, я буду менять направление петелек, то есть, где лицевые, я вяжу 2 изнаночные. Затем у нас 2 изнаночные, я вяжу 2 лицевые за заднюю стеночку. Снова 2 изнаночные я вяжу вместо лицевых, 2 лицевые вместо 2 изнаночных, то есть, меняю петельки в обратном направлении вяжу. Смотрите, где у меня изнаночные, там лицевые, а где лицевые, там я провязываю изнаночные. И так вяжу до конца этого ряда. Довязали ряд до конца, мы поменяли петельки. Вот так вот. Теперь у нас, где лицевые, там изнаночные, там, где изнаночные, лицевые. Теперь смотрите, мы сейчас второй ряд провяжем там, где у нас изнаночные, там и будем вязать изнаночные. Но обратите внимание, не забывайте, за заднюю стеночку мы провязываем все время изнаночные. А лицевые над лицевыми, за переднюю стеночку. То есть сейчас мы делаем все точно так же, как вязали до этого, только изменили вот здесь вот петельки на другие. То есть так как мы поменяли, так теперь и вяжем каждый последующий ряд над петельками. Там, где у нас были изнаночные, стали лицевые. Теперь мы вяжем только лицевые, а там, где над лицевыми изнаночные, вяжем изнаночные. То есть у нас основное вязание будет немножечко сдвинуто на две петельки. То есть рапорт будет состоять из таких же четырех петелечек, две лицевые, две изнаночные. Только мы, получается, поменяли рапорт на две изнаночные, две лицевые. То есть вот в таком вот виде мы будем вязать дальше полностью высоту шапочки. И затем, когда вы сделаете отворотик, он у вас будет очень красиво прилегать. И вот смотрите, благодаря тому, что мы поменяли петельки, он будет красивый у вас такой и ложится ровненько по голове. И теперь, смотрите, мы будем вязать вот такой вот резиночкой 2х2, уже немножечко со смещением, будем вязать всю высоту шапки. То есть смотрите, для тех, кто хочет шапку по голове, то начиная от вот этого вот изменения петелек, то есть без отворота, вам нужно набрать высоту где-то 20 сантиметров. Даже если 19, ничего страшного, то есть вам нужно будет оставить длина закрытия макушки где-то 2-2,5 сантиметра. Если же вы хотите по типу бини, то есть чтобы у вас назад таким колпачком свисало, то там где-то общая высота должна быть 26-27 сантиметров. То есть вы должны провязать от начала петель до высоты перед заканчиванием макушки, завершением, то вам нужно провязать минус 2, где-то 2,5 сантиметра. То есть если вы хотите общую вершинку без отворота 26, то соответственно вяжете 24 сантиметра. Если хотите 27, то соответственно вяжете 25 сантиметров. То есть мы сейчас отсчитываем общую вершинку высоту шапочки от вот этого вот момента замещения петелек. Вот этот отворотик не считается, так как если вы его отвернете, то у вас уже с ним от начала шапочки должно быть 26-27 сантиметров. Или же классическая величина это 21-22 сантиметра высота, то есть шапочки минус 2 сантиметра на убавление для макушки. То есть вы уже здесь определяете сами. Итак, вяжем высоту шапочки такой же резиночкой 2х2, но с измененными петельками. Я провязала от изменения узорчика, то есть от смещения, 18,5 сантиметров. И сейчас буду делать убавление. Убавление для макушки буду делать следующим образом. Смотрите, довязав до начала ряда, то есть вот она у нас ниточка, я провязала последнюю четвертую спицу и начинаю первую спицу, получается, провязывать так. Там, где две лицевые, я провязываю две лицевые. Там, где две изнаночные, нам нужно две вместе провязать изнаночные. Но смотрите, для того, чтобы было более правильный рисунок и красивый, без перекрещивания, я переодену за заднюю стеночку, вот так вот сниму на правую спицу, а затем эту заднюю стеночку поставлю вперед на левую спицу. То есть как бы сделаю главными две задние стеночки. И теперь две вместе изнаночные провязываю вместе одной изнаночной. Теперь снова две лицевые, поворачиваю задними стеночками две изнаночные, переодевая их на левую спицу обратно и провязываю две вместе одной изнаночной. То есть сейчас я провязываю две вместе изнаночной и только две лицевые, там, где нашли, так будут идти две лицевые, а изнаночные поворачиваю задней стеночкой и провязываю две вместе. Хотите, можете не поворачивать изнаночные, а просто провязывать одной вместе. То есть здесь вы уже смотрите на свое усмотрение, я буду делать с поворотами, вы хотите, можете делать с поворотами, можете без. То есть мы так провяжем до конца ряда, сократив 2 изнаночные в одну. Провязали до конца ряда, теперь у нас вместо 2 изнаночных 1 изнаночная. Уже раппорт узора составляет 3 петелечки, 2 лицевые, 3 изнаночные. Теперь мы с вами второй ряд сокращений делаем так. Смотрите, первую лицевую мы провязываем лицевой, а вторую лицевую меняем вот так вот за заднюю стеночку будем провязывать лицевой вместе с изнаночной одной лицевой. То есть мы с вами сейчас сокращаем еще одну изнаночную, и всего у нас в конце ряда будут все петельки лицевые. Смотрите, первую из лицевых провязываем лицевой, а вторую переодеваем за заднюю стеночку так, чтобы провязать вместе с изнаночной. Снова одна лицевая, лицевую поворачиваем и провязываем за заднюю стеночку вместе с изнаночной. Снова одна лицевая, а вторую лицевую поворачиваем так, чтобы провязать за заднюю стеночку с изнаночной. Лицевая, вторую поворачиваем, за заднюю стеночку провязываем вместе с изнаночной одной лицевой. Смотрите, все петельки лицевые. Провязав одну спицу, переходим к следующей. Снова лицевая одна, вторую поворачиваем и провязываем за заднюю стеночку вместе с изнаночной одной лицевой. Лицевая поворачиваем, вместе с изнаночной провязываем одной лицевой. Лицевая поворачиваем, провязываем вместе с лицевой. Мы с вами сократили и вторую изнаночную в ряду. Довязали до конца ряда, теперь у нас все петельки лицевые. В третьем ряду мы с вами не будем делать убавления, а просто провяжем ряд лицевыми петельками. То есть просто все петли провязываем без изменения сплошными лицевыми. То есть просто как всегда, как обычно за переднюю стеночку, мы провяжем все 4 спицы до конца ряда. Довязали лицевые петельки ряд и теперь снова делаем убавления. Сейчас мы провяжем попарно 2 вместе лицевые. То есть смотрите, вот они первые 2 вместе лицевые. Мы провязываем за вторую, вместе первую и вторую лицевой. Снова следующие 2 вместе лицевой. Следующие 2 петли 2 вместе за переднюю стеночку лицевой. Снова 2 вместе лицевой. 2 вместе лицевой. Итак, мы будем попарно провязывать, сокращая одну из пары лицевую. Сделали сокращение в 2 раза петелек. Все петельки провязаны лицевыми попарно. Теперь мы ряд просто провяжем сплошные лицевые. То есть снова после ряда убавления мы провяжем все петельки, каждую из петелек лицевой петлей. То есть каждую абсолютно петельку. И вот так вот провяжем до конца этого ряда. Теперь мы провязали с вами все петельки лицевые. И у нас осталось вот такое вот незамкнутое коло, как кружочек. Вот, теперь можно в принципе сейчас уже начать петли стягивать. Но для того, чтобы у меня был не съеженный такой, не собранный сильно краешек верхушки, я еще сделаю ряд убавления попарно. То есть 2 вместе лицевые, 2 вместе лицевые. Мы с вами снова провяжем один ряд. То есть вот я пару провязала, теперь следующие 2 вместе лицевые. Смотрите, осталась у меня одна лицевая, поэтому я переношу ее на следующую спицу. И вот так вот провязываю ее с первой петелькой следующей спицы. Вот у меня получается провязано 3 пары вместе. Теперь мы провязываем со следующей спицы пару вместе. То есть все точно так же делали, как ряд назад. Попарно провязываем, сокращая петельки снова в 2 раза. Довязали попарно сокращение. У меня в итоге 9 петелек по кругу. То есть 3 по 2 и на одной спице у меня 3. 9 петелек по кругу я сейчас провяжу просто лицевыми петлями. Каждую из петелек мы провязываем лицевой петелечкой. Это для того, чтобы нам было хорошо и удобно собрать петельки. Мы сейчас, провязав вот эту макушку петелек, будем собирать на одну петельку. Все абсолютно делают такое, как бы, стягивание петель. И вот в итоге я довязываю последнюю пару. И теперь смотрите, что мы делаем. У меня как раз таки на первой спице вот они 3 петли. Первую из трех я провязываю лицевой. Затем возвращаю ее обратно на левую спицу и начинаю по очереди переодевать на нее и спускать со спицы каждую петельку. Первую от нее, вторую. Затем беру эту петельку, на которую я одела 2 петли, переодеваю на следующую спицу и снова по очереди переодеваю с нее теперь петельки. Спускаю со спицы, переодеваю петлю на следующую спицу и эти петельки по очереди, как они располагаются на спице, переодеваю на первую петлю и переодеваю в итоге эту петлю на последнюю спицу. И оставшиеся две петли точно так же по очереди переодеваю на нее и спускаю. В итоге у нас все петельки, как вы помните у меня их было 9, первую мы с вами провязали лицевой, на нее одели оставшиеся 8. Теперь смотрите, вот она рабочая ниточка наша, мы немножечко принатянем ее, снова вытащим петлю и принатянем. То есть теперь смотрите, нам понадобится крючок, о чем я вам говорила, можно небольшой, можно большой, то есть как вам удобно. Так как у меня спица номер 4, мне не очень удобно будет четверкой крючком работать, поэтому я взяла двоечку, может даже 1,7. Это мой любимый рабочий крючок. Теперь что мы делаем? Мы аккуратненько переодеваем на крючок оставшуюся петлю и еще раз проделаем то же самое. Смотрите, натягиваем рабочую ниточку, затем подтягиваем эту петлю. Снова рабочую ниточку, петлю. Для чего мы это делали? Чтобы вот эта макушка наша, там где мы сделали сборку всех петелек, осталась без дырочки. Обратите на это большое внимание, если же дырочка есть, нужно еще раз сделать натягивание основной ниточки рабочей и натягивание петли. Теперь делаем вот такую вот воздушную петельку, продеваем сквозь основную петлю, на которую делали сборку. И еще раз то же самое делаем, захватывая рабочую ниточку и еще одну воздушную петлю. В итоге ниточку отрезаем и вот этот кусочек отправляем на изнаночную сторону. С изнаночной стороны нам нужно будет заправить кончик. И, как вы помните, у нас при наборе петель, как я вам говорила, уже оставался вот здесь вот краешек ниточки. Что нам нужно сделать? Вот я его уже продевала здесь, я смотрела, как его удобнее заправить. Смотрите, у нас небольшая здесь развилочка. Мы берем, находим с соседнего, вот с начала другой стенки, то есть замыкаем круг, продеваем эту ниточку просто в краешек другой. То есть смотрите, если вы вот здесь посмотрите, вот она ниточка. Хорошо-хорошо натягиваете и прячете с лицевой стороны. Можете даже где-то здесь делать узелочек. То есть смотрите, при продевании делаете узелочек, либо просто воздушную петлю за стенку, вот так вот. И затем, закрепив ниточку хорошо, прячете вот в эту косичку с лицевой стороны. Почему с лицевой стороны? Потому что лицевая сторона у вас будет вот так вот отворотик. И якобы ваша изнаночная сторона отворотика будет уже с лицевой стороны. И теперь смотрите, мы с вами благодаря тому, что они замкнули круг вязания сначала, у нас вот она красивая косичка при наборе. А так была бы вот такая вот зубчиками. Вот смотрите, в итоге у нас получается такая замечательная шапочка. Ее можно намочить, натянуть на какую-то объемную, например, банку трехлитровую. То есть это уже, знаете, как по старинке наши родители делали. В принципе, ее можно не намачивать. Вот так вот на голове она замечательно будет смотреться. И посмотрите на нашу макушку. То есть когда вы спрячете кончик, когда здесь все будет замечательно убрано, у нас получилась вот такая замечательная аккуратная макушка. Я думаю, что здесь все должно остаться понятно. Посмотрите, какой получился переход с резиночки 2х2 в макушку. Как вы видите, его практически не видно. И никакими он не взялся волнами. То есть посмотрите, все довольно-таки ровно, аккуратно. И если вы хорошо затянули здесь вот эту крайнюю петельку, на которую делали сборку всех петель, то дырочки также не должно у вас быть. Поэтому, конечно же, если вы делали более длинную шапку, то есть по типу бини, по типу чулка, который, скажем так, немного свисает сзади на затылочке, то у вас получится более длинная шапка. Я делала по голове, поэтому у меня получилась вот такая. Вот, конечно же, обязательно ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал. Всем хорошего дня, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok